Проверять на что будем? Ну все. Клещи сегодня переносят около десятка опасных заболеваний. Самые известные среди них инцефалит, баррелес и анаплазмоз. Александра клещ укусил в пригороде Ижевска. Ездил на велосипеде с друзьями, в общем, получилось так, что домой принес, сняли. Вот у меня его друга клещ. Поймали примерно металлурги. Нет, не паркировать, там сад огороды рядом. Подцепить переносчика опасных инфекций можно не только в лесу, но и в городе. В транспорте, в парке, еще раз напоминают эксперты. Кроме Роспотребнадзора, клещей на исследование сегодня принимают и в инфекционной больнице. Это было вчера днем, но вечером уже не приехали, потому что лаборатория не работала, было поздно. Обратились сегодня. Ну и сколько ждать? Сутки. Завтра после двух часов будет результат. С начала апреля к врачам уже обратились около пяти тысяч пострадавших от укусок клеща. Двое жителей Удмуртии перед натиском инфекции устоять не смогли. И заразились энцефалитом. Еще четверо – клещевым баррелиозом. Между тем, ближайшие две-три недели самые опасные. Активизируются таежные клещи, рассказывает Вера Данилова. Надо помнить, все-таки, если вы поехали на природу, то вы должны выбрать какую-то более-менее солнечную полянку, потому что клещи больше любят влажные, теплые места. Надо выбрать так, чтобы поменьше было травы, потому что клещи все-таки нападают именно с травы чаще всего. Конечно же, если вы поехали на природу, то надо обязательно соответствующим образом иметь одежду. Лучше, конечно, светлых тонов. Головной убор, штаны, заправленные в носки, сапоги и светлая одежда тоже могут защитить от клещей. Находясь на природе, эксперты также советуют осматривать себя или друг друга каждые полчаса. Не стоит забывать и о современных репеллентах. Роман Вагинов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».